Посадка розы в домашних условиях и уход за ней. Комнатная роза является изящным и благородным цветком, и именно поэтому она пользуется большим спросом у цветоводов, даже несмотря на то, что требует к себе чуткого внимания. Многие не знают, можно ли выращивать розы дома, так как такой цветок способен скрасить любой дизайн. Данная статья может изучить все тонкости выращивания благодаря нескольким правилам. Выращивание и уход за комнатной розой в домашних условиях. Перед тем, как посадить розу в горшок, следует выделить прохладное помещение с высоким процентом влажности. Также следует учитывать, что растению необходимо достаточно света, что способствует его активному росту. Посадка розы в домашних условиях и уход требует от цветовода пристального внимания, а чтобы понять, нуждается ли цветок в ремых попаданиях. Солнечного света можно узнать по его внешнему виду, а именно, если листва глянцевые и темно-зеленого цвета, то растение получает Достаточно света, бледная и вялая листва свидетельствует об обильном освещении и при избыточном солнечном воздействии наблюдаются Кайма коричневого света и пожухлые листья. В холодную осеннюю пору крайне желательно использовать дополнительные источники освещения, так как в это время розы катастрофически Малополучаемого света из-за слишком короткого дня Если не соблюдать это правило ухода, то черенковый цветок потеряет свою привлекательность и, возможно, даже не зацветет Как вырастить розы из букета в горшке в домашних условиях важно Дополнительные источники света необходимо размещать сверху растения примерно на 30-40 см, так как при боковом освещении крайне вероятны ожоги цветка Как сохранить комнатную розу после покупки? Зачастую приобретенный цветок отличается своим привлекательным внешним видом и даже кажется, что проблем с ним не возникнет Однако чаще всего покупное растение напитывают различными стимуляторами и помещают в специальную упаковку, которая держит влажность на одном уровне Именно поэтому у многих новичков спустя несколько дней после покупки начинаются различные проблемы с растением Оно лишается своей привычной среды обитания после того, как его достали из герметичной упаковки и начинает быстро погибать Розы для домашнего выращивания, чтобы предотвратить последующую скоропостижную гибель растения, необходимо соблюдать некоторые правила По уходу за недавно купленной комнатной розой, а именно, когда роза обвернута в упаковку, ее необходимо открыть и убрать в срочном порядке Так как она нарушает воздухообмен, что становится причиной появления грибков Сухие побеги и увядшие листы следует утилизировать При помощи садовых ножниц или секатора, бутоны покупной розы нужно срезать, так как они изначально были напитаны специальными средствами Которые не несут пользу растению после пересаживания кустов Необходимо применять специальные средства, которые обезопасят растение От появления паразитов, наносящих вред цветку Пересадка комнатной розы в горшок Перед тем, как приступить к пересадке, следует аккуратно вынуть растение из магазинного горшка вместе с комом земли и внимательно осмотреть корневую систему Обратите внимание, если корешки тонкие и пересушенные, это означает, что растение уже на пути к гибели, однако это не повод его выбрасывать Чтобы его спасти, нужно нарезать черенки, которые после этого следует укоренить Посадка розы перед тем, как посадить розу в горшок Необходимо подготовить емкость, на дне которой соорудить дренажный слой с использованием Керамзита или любого другого материала и засыпать ее почво-смесью После этого установить в емкость растение, заполнить пустое пространство свежим субстратом и плотно утрамбовать, чтобы роза правильно росла А уже после пересадки полить цветок отфильтрованной или отстоявшейся водой от 28 градусов до 35 градусов Как ухаживать за комнатной розой в домашних условиях? Чтобы комнатная роза росла крепким, здоровым и красивым растением, необходимо учитывать некоторые рекомендации и правила по ее уходу Освещенность и температурный режим Комнатную розу желательно выращивать в помещении, где уровень температуры велируется от 18 градусов до 25 градусов Несмотря на свое название, это растение также требует свежий воздух, поэтому в теплую пору его следует выносить на балкон, если роза В квартире, а в зимнее время регулярно проветривать правила полива и влажность Поливать следует отстоявшейся водой комнатной температуры, так как при использовании слишком холодное растение может погибнуть Также цветок нужно регулярно увлажнять, несмотря на время года, подкормка и качество почвы Во время подкормки рекомендуется применять комплексное удобрение и использовать его, начиная в весеннее время один раз в 15-20 суток Заканчивая зимой, размер емкости для цветка необходимо подбирать по размеру корневой системы и сажать в горшечек на 2 см больше в диаметре, чем предыдущий обрезка и пересадка Чтобы во время цветения куст формировался красиво и равномерно, необходимо проводить регулярные обрезки побегов при условии, если Они вытянулись зимой, засохли и ослабли Как цветет домашняя роза При создании максимально оптимальных условий комнатная роза способна цвести каждые 8-9 недель на протяжении целого года Очаровательный куст способен поражать владельца своими миниатюрными цветками различных окрасов Важно, чтобы растение выросло пышным и привлекательным, его необходимо содержать в рохладном месте, обеспечивая полноценный покой, а также Периодически подрезая побеги до 10 см Домашняя роза Болезни и вредители комнатной розы Неправильный уход и неподходящие условия могут привести не только к остановке цветения растения, но и к различным заболеваниям, появлением Вредители и скоропостижной гибели цветка Существуют некоторые причины появления основных болезней и вредителей, которые рассмотрены далее Роза сохнет зачастую растение, начиная засыхать в период зимнего или летнего времени В теплое время года цветок испаряет огромное количество влаги В такой период важно дополнительно увлажнять субстрат розы, чтобы не добиться полного высыхания Пересыхание растения может возникать по некоторым причинам, из-за того, что корни растения погибли или получили травму, они уже не Могут полноценно усваивать питательные вещества, неправильный полив или недостаток влаги, низкая влажность воздуха, растения находятся Возле отопительных приборов Почему роза сохнет важно При обнаружении первых признаков засыхания необходимо осмотреть субстрат в горшке Если он слишком сухой, это растение требует полива Для этого необходимо поместить емкость в аддон, заполненный увлажненным керамзитом и периодически увлажнять куст при помощи опрыскивателя У розы желтеют листья Перед тем, как приступить к спасению цветка, необходимо изучить основные причины появления желтизны на листве Обильный полив, недостаток хлороза, вредители, некачественный субстрат, который содержит недостаточно полезных веществ Загнивание корней При обнаружении пожелтевшей листвы необходимо проверить почво смесь на застой воды из-за обильного полива, который может стать причиной Появление гнили на корневой системе При обнаружении лишней воды необходимо прекратить полив растения на некоторое время У розы темнеет, вянут, опадают листья, если облетание из-за сыхания листва и свидетельствует о пересыхании субстрата в емкости, то увядание И опадание может проявиться по следующим причинам Замерз куст Появление грибковой болезни Вредоносные паразиты Вирусная болезнь Полив куста слишком холодной водой Обратите внимание, погибшие стебли и листву следует удалить при помощи ножниц или секатора, а замерзший куст через время отойдет сам Пересаженный куст китайской розы таким образом, чтобы вырастить пышный и привлекательный цветущий куст, необходимо соблюдать все Правила, пошаговые инструкции и рекомендации о том, как вырастить розу дома Если что-то сделать не так, растение моментально продемонстрирует это своим внешним видом